Я Саитова Рамиля, кандидат на должность главы Республики Башкортостан. Сегодня 18 августа 2019 года. Белебеевский район. Мы стоим возле так называемого паспорта объекта. Мы видим, что здесь уже охраняемая зона, то есть местных жителей сюда уже не пускают. Согласно паспорту, здесь будет построено 5 корпусов свинокомплекса. Причем с публичными слушаниями произошла темная история. Местные жители тоже не знают вообще, как это все было решено. Проектная документация жителям также не предоставляется. Имеются явные признаки ее отсутствия. При этом производство крайне опасное. Мы наблюдаем, что подрядчик и заказчик один и тот же. Он находится по одному и тому же адресу, ухва проспекта Октября, дом 1. То есть заказчик это башхирская мясная компания, подрядчик это компания Таврос. Это территория Донского сельского совета. Как мы видим, здесь активно ведутся работы по заливке фундамента. И говорят, что рабочие не местные. То есть никто из местных ничего не знает об этом строительстве. Это территория бывшей деревни Украина. Мы сюда приехали с местными жителями. Они говорят, что два дня назад здесь еще ничего не было. За два дня понагнали вот такое огромное количество спецтехники. И снимают верхний слой земли. Причем в первый приезд, в свой прошлый приезд, я установила, что разрешительная документация на земляные работы была пульсифицирована. И так имеются признаки того, что безо всякой проектной документации, которую так быстро не могли сделать. И без разрешительной документации производятся вот такие варварские работы. Вы посмотрите. Одна свинья производит в сутки 7 килограммов жидких фракций. Что скрывается за этим хитрым словом? 4 килограмма мочи и 3 килограмма помета. 10 тысяч свиней дадут в сутки 70 тонн вот этих жидких фракций. То есть это более одной железнодорожной цистерны в сутки. А здесь планируется сотни тысяч свиней. Куда будут уходить эти отходы? Вопрос остается открытым, поскольку проектной документации, как я установила в прошлый приезд, на это строительство нет. Итак, согласно вот этому паспорту, объекту, здесь возле деревни Украина, 9 корпусов планируется к возведению. Этого не было еще пару дней назад. Чему такая спешка? Я полагаю, что по указанию и по пустительству ради Хаберова, потому что сейчас он за это строительство не отвечает, поскольку он в Рио. 8 сентября 2019 года, если он будет избран главой, то он примет на себя всю полноту ответственности за это строительство без проектной документации. Но к этому времени он хочет вот так вот развести руками, сказать, а что вы хотите? Строительство уже произведено, объекты возведены, я не несу за это ответственности. Здравствуйте, я Саита Варамеля, кандидат на должность главы Республики Башкортостан. Покажите, пожалуйста, разрешительную документацию на это строительство. Пойдем, пойдем. Вот здесь вот единственные, которые есть работники, да? Скажите, пожалуйста, где разрешительная документация? На производство земляных и иных работ. Да, если оценивать по старшинству, это же строительный объект, вы имеете к нему отношение? Нет, да. Представьте, пожалуйста, разрешительную документацию. Вы кто? Я Саита Варамеля, кандидат на должность главы Республики Башкортостан. Не могу, я вам представить ничего, я не готовился к этой встрече. Вы не готовились, да? А как вы думаете, проектная документация разрешительная, она должна быть готова для предъявления по требованию при возведении вот такого грандиозного строительства? Ну вот нам говорят, что сейчас подъедут. Вот у нас тут работники. Будем ждать. Все грандиозные работы произведены, сколько снято плодородного слоя почвы. Вот это тот самый участок, где есть паспорт объекта, однако разрешительную документацию нам никто не предъявил. Один корпус свинокомплекса будет потреблять 450 кубометров воды в сутки. Представьте себе, уже имеется по плану 14 корпусов, сколько будет еще неизвестно. Представьте себе, весь этот объем отработанных водки с грязью, исходящий от свиней, будет попадать вот в эти чистейшие источники. Почему он будет сюда попадать? Поскольку не имеется, проектная документация нам до сих пор не представлена, не имеется порядка утилизации этого огромного количества отходов. Сюда прибавьте, те самые цистерны, о которых я сказала раньше, исчисляются железнодорожными цистернами тот объем свиных пекалий, едкой мочи, который будет выделяться вот от этого свинокомплекса. Вместе с глистами, с гормонами, что там они еще впрыскивают в этих свиней, это все будет попадать сюда. Какое это место? Это Билибейско-Бугульминская возвышенность, то есть это самое высокое место среди этих степей, в котором берут начало реки, те реки, которые питают половину Башкортостана. Поэтому, как еще назвать вот это строительство? Это просто отравление населения, это фактически заведомое отравление населения Республики Башкортостан. Китайская Народная Республика восстанавливает Великий Шелковый Путь. Часть его пройдет именно в этих местах. Поэтому свинокомплекс размещают здесь, чтобы по Великому Шелковому Пути отправлять продукцию свинокомплекса, свиное мясо, в Китай. Зачем нам кормить чужеземцев? Мы должны сохранить нашу природу для будущих поколений. Мы должны здесь жить и радоваться жизни. Вы посмотрите, это, напоминаю, Билибейско-Бугульминская возвышенность. На самом высоком месте ставится на комплекс для того, чтобы самотеком все вот эти чекалии, моча и прочее стекало в наши источники питьевой воды, в источники нашей жизни. Мы находимся возле еще одного родника, берущего начало на той большой плоской горе, которая называется Билибейско-Бугульминская возвышенность. При том грандиозном потреблении свинокомплексом вод, вот эти речки, родники, они высохнут. Также земля станет бедна водой, вот эти деревья, их тоже ожидает печальная участь. Им не будет хватать воды, это все высохнет. Я стою на месте бывшей деревни Сильби. Сильбийские луга, которые воспел Константин Васильевич Иванов в своей поэме Нарспи. Жители деревни Сильби спускались к этому колодцу за водой. Нарспи шла сюда каждое утро за водой с коромыслом. Квалак, это жерло деревянное, по которой из горы стекала вода, куда вся деревня приходила за водой. Сюда приходили с лошадью, жених Нарспи, Ситнер за водой. И вот теперь это место, у нас вода уходит, колодцы вода наполовину, а родник высыхает, чуть-чуть стекает. Мы, жители деревни Краснояр, которые расположены недалеко отсюда, деревни Сильби, очень обеспокоены тем, что родники высыхают. Непосредственно у нас родник питает всю деревню водой. Сегодня уровень воды очень сильно упал. Мы серьезно обеспокоены, связываем это с тем, что недалеко строится свинокомплекс. Здесь пробурили скважину, и вся грунтовая вода просто уходит туда, и это связывает наши события, которые мы здесь собрались. Родники высыхают из-за этого. Уровень грунтовых вод упал из-за того, что пробурили скважину, а скважину, видимо, пробурили без разрешения, потому что эти последствия, если учитывать, то скважины бурить не разрешают. Мы все озвучения очень сильные. Мы находимся возле источника питания, питьевой воды деревни Краснояр. По контрольной точке, видать, вода не вытекает. В колодце воды тоже мало. И это последовательно связано с тем, что Донское поселение на строительстве свинокомплекса пробурено скважиной 125 метров с нарушением технологии. И поэтому у нас вода здесь пропала. То есть строительство еще не началось, а уже у нас такие последствия, уже воды нет. Что будет тогда, когда уже они построят? Мы очень серьезно обеспокоены и просим, чтобы провели экологическое расследование, разобрались, что происходит и что-то с этим делали. Обращаемся к главе Пашкортостана Хабирову Ради Фаритовичу. Пожалуйста, остановите незаконное строительство свинокомплекса. Нам нужна вода. Без воды мы жить не можем. Я нахожусь в селе Слаг. Это примерно 20 километров от места строительства свинокомплекса. Рядом со мной житель с огромным ветеринарным стажем. И скажите, пожалуйста, у жителей вашего села кто-либо брал согласие на строительство вот этого мегасвинокомплекса? Никто не согласен и брал у нас. Никто к нам не обращался. Мы об этом не знаем. Ничего не знаем. Они незаконно строят там. Без согласия людей строительство не должно быть строительства. А каковы последствия вот могут быть? То есть сварка оттуда у вас... Последствия загрязняют они всю воду. Распространяют всякие болезни там свиней. Рыжки загрязняют они вокруг. Ну хорошо. Я могу сказать, что строительство мегасвинокомплекса запрещено уже в цивилизованных странах. Ученые не придумали очистных сооружений, которые способны очистить водостоки от продуктов жизнедеятельности свиней. И фактически для того, чтобы получить согласие на строительство, нужно собрать всех жителей Башкортостана и заручиться их согласием вместе с питьевой водой потреблять отходы жизнедеятельности вот этого мегасвинокомплекса. Вы согласны со мной? Я согласен. Я согласен с вами. Они без очистных сооружений не должны строить без этого, без согласия людей. Они ни у кого... у нас не спрашивали, мы не знаем ничего. Ну и фактически разве кто-нибудь согласится пить свиную мочу и свиные фекалии вместе с питьевой водой? Кому это нужно? Никому не нужно такой воды. И над синими веками, Видя дальние костры, я сижу на белом камне дорогой гусли горы. Народный чувашский поэт Яков Уксай. Умирая, он завещал три загадки. Первую загадку разгадали сами жители. Белый камень. Поэты и писатели Башкортостана помогли им найти вот этот огромный белый мраморный камень и водрузить вот на этом месте. Камень, тем более мрамор, является хранителем информации. Вот какова была эта загадка. Вторая загадка заключается в самом имени Уксай. Ук по-башкирски лук. Сэй-сай по-английски говорить, то есть говорящий лук, поющий лук, поющее воинство. Третья загадка. Это гусли гора. Поэт завещал похоронить себя на гусли горе. Гусли по-чувашски кысли, 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 кысли. Это сильный. Кысли-тау. Сильная гора. Вся вот эта вот возвышенность Билибейско-Бугульминская является местом силы, сакральным местом. Такое место охраняется поющим воинством. Яков Уксай стал стражником этого места. Воинство не шутит. Оно не просто изгоняет людей, которые с недобрыми, нечестивыми помыслами приходят на эти земли. Оно их наказывает. Поющее воинство. Оно их наказывает. 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 Продолжение следует...